Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 219. Есть люди, боящиеся пространства. Как это объяснить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Непонятно, о какой именно боязни идет речь. Есть выражение «клином выбивает клин, пусть живет там, где ему не страшно, под открытым небом, в старой армейской палатке на сухом пайке». Любой страх – это неверие в Бога и признак беснования. 1. Иоанна 4.18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Там, где всемогущий Господь Саваоф, какие могут быть при нем страхи? Нужно всегда поднимать взор вверх и твердо верить. 1. Иоанна 4.4. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Елисей, устраняя страх слуги Геезия, попросил Бога, чтобы открыл его глаза, и он увидел не только множество вражеских войск, но и те, что за нас на небесах. 4. Царство 6.17. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. У человека, пораженного духом зла, который пал с неба, точно так же, в различных видах множество страхов». Премудрость Соломона, 17.11. Цитата. «Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Страх рождает химеры, чудовищ». «Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка».